Доброе утро, дорогие подписчики, любители аборигенных волкодавов, в частности казахских тубит. Сегодня пришли в гости к Адилю Кожахметову, дабы снять видео, чтобы от первых уст услышать о наших казахских волкодавов. Сегодня вот Естай тоже у нас молодой научный сотрудник пришел. Адиль, приветствую! Все, приветствую! Вот наш многоуважаемый мэтр Казахского волкодава, хотим вот вкратце, может, объять эту тему все-таки про тубита. В первую очередь, наверное, все-таки с истока, да, Адиль, как правильнее будет, чтобы люди понимали, что такое тубита. Многие слышали, но не видели, понятия нет. Ну, даже не знаю, с чем. Так вот, откуда вообще произошло слово тубит и сама собака вообще? Какая была раньше была, сейчас почему она так видоизменилась? Ну, это все просто и доизменилось, потому что не нужна была, то есть, как бы, необходимости в ней в этой породе не было. Какой-то в народе ценности не имело, заборняжилось, исчезло, отстреливались во время включения эпидемии. Ну, в принципе, поголовье-то неплохое все равно сохранялось, но как бы исчезли, как такие, как вот, популяции. То есть, скажем, в каком-то, в отдельно взятых учрегионах собак стало очень мало, и каковой популяции еще не было. Поэтому, естественно, производства потомства такого стабильного по породе еще не было. Вот оно тихо-тихо, хотя поголовье еще до недавнего времени более-менее приличное было, встречалось, но все реже, меньше, как бы. Вот оно тихо-тихо и вымерло все. За последние 30 лет оно уже быстрее, да, все это произошло? Оно всегда, оно все движется с такой, своего рода, с прогрессией определенной. Если что, что-то же увеличится, то как снежный ком, если все тает, то тоже как снег, быстро все. Бои, ну сейчас как, люди увлекаются собачьими боями, как говорится. Ну это, это такой, ну естественный процесс, людям как, надо, чтобы собака дралась, чтобы сразу, там, по-быстрому. Многие, да, вот, по боям, многие вопрос задают, почему побед не дерется времени. Вот многие хотят, чтобы сразу пошла собака драться. Нет, вопрос неправильно вообще, сейчас, скажем так, как таковых тюбетов-то и нету сейчас. Потому есть собаки, скажем, которые в себе несут какую-то кровь, но чтобы тюбеты были сейчас, таких собак нету, в принципе, поэтому сказать, что тюбет дерется им или не дерется, оно как может, а драться только, с кого нету. Дураться. Главное, не смысленно все это. А потом, так скажем, собаки, которые бьются, новинки, они же тоже проходят определенную селекцию, довольно длительную уже очень. Это опор идет по моим качествам, там еще и чувствуются к конеси участок. Ну, в любом случае, это селекция довольно длительная, и, скажем, потому они бьются. Потом это собаки, выращенные в городе, в определенных условиях, то есть это, ну, это лучше ребята, увлекающиеся этим делом профессионально, они там притравливают, там, приучают, отбор ведут четкий. Там же, допустим, если у собаковода-байчатников пометить, ну, допустим, там, щенков, допустим, там, 8, и из них бьется один, а остальные так себе, он же всех не будет врач выставлять, он попробует, там, одного, третьего, если они не бьются, и в брак бойца обязательно, ну, че, выведут, а, скажем, тубет, ну, скажем, не тубета, а, скажем, собака аборигенного происхождения, скажем так, такая дворняшечка, а процентов на 80, где-то там на 20, где-то, а тубета есть. Ну, какую поймали, такую, ну, че, вывели, и что от нее ожидать? Ну, во-первых, не в городе, значит, выросла, у нее представления свои вообще о том, зачем драться, за что драться там, вот, и, естественно, даже если такая собака имеет, такие данные, что она способна там драться, то не факт, что она просто захочет там, ну, чем драться на этих боях, потом у них там, а драки немножко и, ну, в принципе, характера, где-то они ритуально бьются, чего сейчас уже даже в рингах не очень-то увидишь, а где-то они наоборот бьются насмерть, там, где-то, потому что у них там своя жизнь, это как собака, выросшая, скажем, где-нибудь там на отгонах, там, у них там несколько собак, они там взаимодействуют с собаками, там, с другого отгона какого-нибудь, у них там своя жизнь, у них вообще язык там есть, там, понимание их жизни, там где-то шакалы бегают, где-то волки ходят, там, у них своя тусовка, а тут он приходит, а тут, как скажем, выросшие в клетке, в тюрьме, зеки сидят такие, у них не понятий, как бы, наоборот, у этих есть понятия, у этих нет никаких, и как они с ними себя должны себе учивести. Вопрос такой тоже попадает. Раньше вот наши предки в селекцию как вели собак, почему они более мастер-образные, в чем отличие, южный, северный, как кормили, как щенков приучали к животным. Сейчас вот у многих проблема такая, все же на бои готовят, готовят, и потом в чабана отправляют, и эти собаки начинают мочить овец и так далее. Нет, так это опять же, это все сводится к отбору, скажем, собаки, которые там, ну, скажем так, если вот взять, допустим, начало 20-го века, допустим, чабанская собака там, она прошла многотысячелетий, там такой отбор, потому что ее предки в городах не жили нигде никак. Они всегда занимались чабанством, там, охотой, они жили в природе с человеком. Естественно, там отбор шел так, что если собака не защищает скот, там, если она там, ну, ведет себя не так, как надо, она просто, там 100 вариантов, допустим, физиология у собаки что-то не так, она просто сдохнет сама в природе там. Там так отбор идет, то где-то змея выпустила, где-то волки убили, где-то там заболела собака или еще что-то такое, они, в принципе, отмирают, это очень-очень много их. А потом, если собака, в принципе, человека не устраивает в чем-то, ну, там, наверное, все просто было, ну, человек просто убьет ее для всех делов того, что-то. Поэтому они вот такие, а городские сейчас это как? Потому что есть такая вещь, как бы, в генетике, что, ну, допустим, как там, в понятие там 30% там веса там щенков, это они там идут на мутацию, идут и на, как это, ну, образование, как скажем так, новой формации, ну, языком таким простым. И остальные идут там либо в папу, либо в маму, как-то вот так, учеби на тебя. Поэтому всегда есть такой мутационный шаг, они все так же рождаются такие. Поэтому здесь как получается, если отбором не заниматься, там, естественным, искусственным, то мутационные, а они, мутации обычно, как правило, идут вредные, то есть мало идет, как бы, полезные, ну, чем нужны, чем мутации, но она бывает, но очень чередная. Ну, они, допустим, там, смутировал какой-нибудь щенок в планете 1-2, а он крупный, красивый, там, злой, дерущийся, ну, а то он, допустим, там, не социальный какой-нибудь, там, или там физиология, или иная, то его обязательно сохранят, скажем, в естественных, именно, условиях, такая собака жить не будет. А в городских условиях он обязательно выживет, еще если он боец какой-нибудь, да еще такой дурной, то еще такой злодейский, то есть где собаководу, не надо спорить, выиграла его собака, или он будет добивать там до конца, будет, пока не убьет там. То есть, а то, знаешь, как-то есть такой, там, пёс дрался, дрался там, другой там подал какие-то там знаки, что он все уже, допустим, не хочет везти, будет, в тот раз повернулся, ушел, а победил тоже, допустим, почему, ну, как-то такие вот, есть такие трудности, вот. А в данном случае, если пёс злодей такой, не социальный пёс еще такой, еще и злой, и на собак, и на людей, но он боец такой, еще и красивый такой, обязательно будет жить, и именно он даст кучу потомства, свое наследие и так далее, это очень такое довольно частое такое чревле, то есть, идет накопление всяких там мутаций, там, еще чего-то, еще чего-то, и, как бы, вот, ну, отсюда появляются собаки малопригодные, скажем, там, своей, как бы, ну, изначальной природной функции. Хотя, наверное, если взять вот всех вот собак, загнать там в природу, да, у них много сдохнет, там, отстреляется много, ну, кто-то приживется, там будет тоже потомство нормальное, тихо-тихо, допустим, эта порода, именно по своим рабочим, и качество, она природится обратно в Чабранскую, и все, но это тоже временно, да, и там, наверное, много их поляжет, их там, ну, это просто живая материя, она довольно пилячая, птичькая же, в общем-то, меняется быстро. Хотелось бы, вот, именно, понятие понять, вот, Сау сейчас Алабай, Сау называют, любит, любит, вообще, вот, корень, вот, лично, мое понимание, это, вот, как бы, был один народ, и с того времени пошел, да, вот, волкодав, борзые, они, как-то, именно, среднеазиатская овчарка, вот, Сау, то, что она, она, откуда произошла, вот, и почему она сейчас везде разношерстная, везде цветные. Я не думаю, что было такое понятие, как один народ. Народов, наверное, было много, просто населяли определенную, там, территорию какую-то, ну, если вот прям брач, вот, прям, 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 допустим, то, ну, насколько это верно или нет, ну, вот, скажем так, зоологи, или как их там, нужно назвать, они там, как, считают, потому что это все эти, ну, по-настоящему вот это, да, да, что, скажем, предками, скажем, вообще мастифообразно считается собаку, типа, она никак не одна, породом, как бы, это черодственные, собака-демонстранцев, там, еще что-то, от этого поняла, ну, с вот тут были, скажем так, несколько десятков тысяч лет, 20-30 тысяч лет назад, 200 тысяч лет назад, они, как бы, их лично останки, где на какой-то, вот, восток, восточной Европы, это самая западная, такая, граница, и вот, от дальнего востока, по вот этой широте, охватывающей, вот, Сибирь, Казахстан, Монголия, ну, вот, качу пояса, вот, и там, в принципе, вот в этом, то есть, это собаки были небольшого, видимо, роста, но такие, именно, костистые, с головой такой, крепкой, мощной, такие, там, зубы очень, то есть, это, такие, как бы, природные, вот, как бы, компонентные волкам, то есть, это собаки, такую особую, не могут, как бы, осуществлять, вот это вот единственная, видимо, такая была, очень разновидность собак, которая могла, по своей силе, калькулировать с волками, и, видимо, когда здесь, ну, люди жившие, когда-то, они, видимо, когда-то что, одомашнивали, там, или там, приручали собак, видимо, и, тем более, на рубеже, когда вот скотоводство, началось туда-сюда, видимо, неестественно, их, наверное, для этого дела и приручали, потому что, чтобы от волка защищать, где там, там, волки, и львейки, всякое, то это, наверное, единственная была такая собака способна, потому что, судя по всему, что, это, изначально, было там, то ли, четыре группы, что ли, породных, чугуру, вот такие, вот, претки, там, всяких, борзых собак, там, шпицеобразных, там, еще какие-то, и вот, настифообразных, там, по-моему, четыре такие, породные чугуру, вот из всех из них, это вот, одна единственная, способная была, для защиты, там, предки, скажем, там, вот этих вот, борзых, всяких разных, они были пригодны, скажем так, для охоты, их, видимо, акроучали для охоты, и из них, потом, выделили, целую кучу, там, породочих охотничек, вот, и в том числе, вот эти вот, собаки, вот эти вот, как бы, прото-малосоидные, как, там, не знаю, прото-мастифообразные, там, собаки, они тоже проходили, видимо, как сейчас такое слово, если хочешь любимая, доместикация какая-то, то есть, это как, в любом случае, в содержании, людей, с собаки, а проходит какую-то, ну, иную, скажем так, оселекцию, даже если искусственного отбора никакого нет, но он собаки, живущий при людях, уже